Серьезный трамплин, вокальный путь. Так многие СМИ пишут о конкурсе Олимп, который стартует в Барнауле уже 13 мая в концертном зале Института культуры. На одной сцене выступят звезды и начинающие вокалисты. Это тоже цитаты из интернета. Уж какие победителям обещаны призы, это вообще отдельная история. Так что такое Олимп и кто на него сможет подняться? Поговорим сегодня в студии наши гости. Олеся Кутькина, проректор по учебной работе Алтайского государственного института культуры и Артем Сингач, руководитель центра прототипирования Института культуры. Здравствуйте, рада вас видеть. Первый вопрос. Я не знаю кому, наверное, Артем, вам. Некоторые СМИ пишут, что Олимп это уникальный конкурс. Прям вот уникальный. В чем его уникальность? Уникальность в том, что мы сегодня разработали свежую новую модель в подходе реализации конкурса. Он межотраслевой. Его поддерживает сегодня сразу три профильных министерства Алтайского края. Его поддерживают серьезные коммерческие структуры, но и профессиональная команда Алтайского государственного института культуры. А также команда жюри, которая собрана также по инновационному подходу из уроженцев именно Алтайского края, которые сегодня известны на всю страну. А вот что касается вокалистов, участников, это же тоже какая-то уникальность? Подход к участникам. И вот вместе это все делает Олимп отличительным конкурсом, которого, пожалуй, ждал Алтайский край. Это первый конкурс. Напомню всем, что это конкурс первый. Это абсолютно первый конкурс. Олесь, кто вообще конкурс придумал и какую цель организаторы преследовали? Потому что я знаю, что вы курируете конкурс, и вы один из организаторов. Знаете, на сегодняшний день перед институтом ставится очень такая амбициозная задача. Разработка инновационных проектов, которые позволили бы проявить всем категориям жителей Алтайского края себя в творчестве. И вот первый проект, который мы запускаем, конкурс Олимп, это вокальный конкурс, на котором могут участвовать все возрасты. То есть дети, начиная от возраста 5+, заканчивая, ну скажем, 25+. То есть это не только конкурс для детей, подростков, юношества. Совершенно верно. И для взрослых. Да, это любительский конкурс, с одной стороны, но в то же самое время мы позволяем и уже более профессиональным коллективам также принять участие в конкурсе. То есть у нас будут принимать участие и профессиональные вокальные ансамбли, и хор, допустим, наш академический хор, и ряд других хоров города Барнаула, Алтайского края и так далее. То есть, ну вот я изначально думала, что будут только вокалисты, нет, да? То есть получается, кого только не будет и дуэты, и хор. Это будет и соло, это будут и ансамбли, это будут и хоры. Ну, любопытно. Много ли заявилось участников вообще? Сколько было желающих? Всех ли готовы были принять? Ну, про возрастные категории мы уже сказали. Про участников много было. Про участников. Значит, конкурс сможет принять всего лишь 234 конкурсных выступления, но заявок у нас больше 450, это абсолютный рекорд и опять же говорит о том, что конкурс такой просто необходим, он просто нужен. Почему? Потому что у него очень высокий статус, и он интересен автоматически и для педагогов, и для детей, и для родителей. Но, а то, что у него есть продолжение на следующий этап, выход на федеральный уровень, и я говорю здесь о нашем партнерстве с форумом Леонида Агутина, и два победителя едут в Сочи, в Красную Поляну уже в июне, и будут представлять интересы Алтайского края, это такой задел на перспективу развития творчества нашего региона на всероссийском масштабе. Ага, это вы мне уже немножечко ответили на следующий мой вопрос, но это ладно, я потом еще раз спрошу. И все-таки, вот что касается участников, это конкурс только алтайских ребят касается, хоров и там, я не знаю, дуэтов, либо кто-то может приехать с соседом. Конкурс изначально всероссийский, поэтому мы абсолютно открыты для всех регионов страны. И нам очень приятно, что едут не только Новосибирск, не только Кемерово, но и у нас есть участники из Москвы, у нас есть участники из Казахстана, из других регионов. То есть, по сути, он международного уже характера? По большому счету, сегодня он становится международным, но это наша перспектива с международным участием. Но это перспектива на следующий год. Ну и едут, мы опять же уже сказали, разного возраста люди. Да. В нашем конкурсе также будут принимать участие, например, люди, которые относятся к категории с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. То есть, мы открыты даже для таких категорий, слава богу, располагаем всеми необходимыми средствами доступности среды и педагогическим инструментарием для оценки. Я проще скажу, мы для всех, мы для тех, кто любит творчество так же, как и любим мы. Поэтому абсолютно любой человек может участвовать. Мне очень приятно, что едет автор Сбийска, ему 54 года, и мы ему рады. Мы очень рады, когда к нам едут огромные коллективы, там, хор 50 человек. Мы рады. Мы рады, что к нам едет солист из Москвы, который благодаря нашему конкурсу будет знакомиться еще и с природой Алтайского края, понимаете? И вот здесь наша цель, как отрасль культуры, в целом развивать наш регион, и поэтому он межотраслевой. Почему? Образование, Министерство культуры, Министерство молодежной политики, мы как раз вот здесь впервые объединились. И я очень уверенно говорю, что подобной модели у нас не существовало раньше. Конкурсантов много, номинаций много? Номинаций очень много. Во-первых, возрастная линейка, о ней мы поговорили. Также мы берем именно направление эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал, эстрадно-джазовый вокал, и любители, и профессионалы. Ну, разные абсолютно, я так понимаю, категории. Мы закрываем все практически потребности именно вокального искусства. И тогда вопрос о жюри. Кто же будет этих людей оценивать? Я знаю, что есть человек родом из Алтайского края, достаточно известный исполнитель. Кто он? Ну и кто еще в жюри? Жюри – это сердце любого конкурса, поэтому нам важно, чтобы жюри было как компетентное и профессиональное, так и независимое. Поэтому мы подбирали жюри по определенному принципу. Смотрите, с точки зрения профессионализма, это наш проректор по творчеству, кандидат наук, заведующий кафедрой академического хорового исполнительства нашего института, Любовь Павловна Айкина. Это наука. Дальше. Два наших члена жюри Алтайского края – это заслуженная артистка России Виктория Гальцева, это мэтр в области современного театрального искусства. И Виталий Гасаев – это легенда вокала «Золотой голос» Алтайского края, легенда КВН, живущая в Барнауле. Из Новосибирска мы везем Ольгу Николаеву. Это один из ведущих педагогов Сибири. Ее дети выигрывали «Голос дети». Она является действующим педагогом форума Леонида Агутина. И вишенкой, так скажем, на торте нашего жюри является Ваня Чабанов. Кто это такой? Это уроженец города Барнаула, которого с 5 лет он побеждал в «Утренней звезде», теперь он живет в Москве. Сегодня песня, ремикс на песню «Ночь» Вани Чабанова стала первой в топ-чартах России в 2021 году. Но сегодня он номинирован на премию РУ-ТВ, что автоматически его выводят в топ-рейтинг артистов нашей страны. Но он очень любит Алтайский край, это его родина, и мы друзья, и он студентом был Института культуры. Поэтому он с удовольствием приезжает как член жюри. Но помимо этого мы делаем его сольный концерт 15 мая. Это тоже входит в ваш проект? Это уже практические моменты, и он привозит впервые в Барнаул своих музыкантов. А это музыканты высочайшего уровня, и каждый может прийти на его сольный концерт. То есть Олимп – это целая лаборатория, экосистема по развитию вокального искусства нашего региона. Мы не говорим сейчас про круглый стол с педагогами, и мы тоже хотим сказать о том, что Институт культуры создает ассоциацию педагогов по вокалу Алтайского края. Олесь, может, вы про это немножко подробнее? Что за ассоциация педагогов? Несколько слов. Ассоциация, которая позволит объединить всех ведущих преподавателей вузов культуры для того, чтобы заниматься, с одной стороны, и теоретическими вопросами вокального искусства, и практическими вопросами. И вот как раз работать в рамках развития творческих инициатив, поддержки подрастающих талантов и продвижению их. Я думаю, талантов у нас достаточно. Не только профессиональные педагоги. Нам очень важно, если даже педагог живет в сельской местности, он должен обладать такими же информационными, как минимум, ресурсами, как и тот педагог, который живет в Алеське, в Биске или в Барнауле. Поэтому ассоциация будет решать как раз вопросы коммуникации между всеми педагогами. От садиков и до суперпрофессиональных коллективов. То есть это некий такой методический центр будет. Мощный методический центр по развитию вокального искусства. Понятно. Но вернемся мы к Олимпу. Члены жюри уже как-то знакомились с участниками. Или вот они их впервые увидят и будут оценивать, что называется, со сцены. Сегодня конкурсная программа сформирована. Я уже говорил о том, что у нас будет два конкурсных дня, 234 конкурсных исполнений. Это вы с утра до ночи буквально будете, я так понимаю? С 9 утра и до 9 вечера. Успеете всех отслушать? У нас нет других шансов. И соответственно членам жюри мы направили уже полный лист конкурсных заявок. Но обычно по правилам профессиональных конкурсов члену жюри и не надо ознакомиться, потому что он должен с трезвым чистым взглядом зайти на площадку. Но мы внедряем совершенно уникальную систему цифровой оценки. Это только сейчас появляется в России. И мы, пожалуй, здесь тоже вставляем свою нотку современности. У нас будет полностью оцифрована система оценки. Когда у члена жюри компьютер, он нажимает и уже компьютер сам выстраивает рейтинг исполнителей. То есть мы пытаемся здесь уйти от субъективных каких-то моментов, чтобы все было зафиксировано, чтобы всем было понятно. Отбирать вообще, как будет, сколько будет победителей? Много же номинаций, много участников. В каждой номинации, безусловно, будет гран-при. В каждой будет? Нет, у нас два гран-при. Два гран-при общих, да. Но в любом случае в каждой номинации есть лауреатство, то есть лауреат первой, второй, третьей степени, дипломанты. Ну и как минимум сертификаты участников дать. Я слышал, Артем, вы говорили, что там 700 дипломов только подготовили, да? Смотрите, нам важно, чтобы каждый был доволен. Поэтому каждый участник после своего выступления получает именную грамоту. Каждый педагог получает именную грамоту. За каждое исполнение мы дарим сладкий подарок. После этого в рамках награждения у нас будет 34 награды. Я хочу тоже здесь сделать акцент. Почему? Потому что это единственный конкурс, где награды делает ювелирный завод. Нам очень важно, чтобы награда была другая. Понимаете? Чтобы она носила ценность и такое, ну знаете, реликвенное к ней отношение. То есть наград будет много, но главное, мы уже сказали, это два человека поедут на форум Леонида Агутина. Для кого-то это главный приз. Для кого-то стать лауреатом и обладателем гран-при. Для кого-то запись в профессиональной студии, которая будет построена у нас в институте, она уже действует. И одна из лабораторий Центра прототипирования, это уникальная профессиональная студия, лаборатория звукозаписи. То есть она только строится, но именно там будет записываться человек? Да, мы будем ее уже вводить в эксплуатацию ближе к сентябрю. И там мы запишем абсолютно бесплатно лучших ребят. Но помимо этого, институт культуры еще внедряет в систему дополнительных баллов на поступление. Давайте, Олеся, про это чуть-чуть. То есть каждый абитуриент, который будет подавать документы в эту приемную кампанию и который являлся участником конкурса Олимп, он получит до 10 баллов дополнительно к тем баллам ЕГЭ и к тем творческим вступительным испытаниям, которые будут оценены в период приемной кампании. То есть это такое небольшое преимущество для участников конкурса Олимп. Такое хорошее, не небольшое. 10 баллов – это прилично, мне кажется. Да, иногда это существенный отрыв. Вот смотрите, будут победители, кто будет следить за их судьбой? Планируйте же, да? Как дальше? Ну вот они посезли на форум, записали песню. Ну, я думаю, что у этих ребят будет возможность вернуться и продолжить участие, например, в дальнейших наших творческих проектах, либо же поступить к нам, например, в детскую школу искусств, которая есть при институте, и получить уже предпрофессиональную подготовку вокальную, либо поступить в институт уже, получить профессиональное образование. Ну, также, я думаю, это будет определенное… Ну, как бы если мы будем отслеживать в рамках профессионального развития, не знаю, какие еще могут быть варианты. Нам очень важно, что если наши ребята выходят на федеральный уровень, мы говорим сейчас про форума Гутина, если они там будут интересны, то тогда наша задача как сообщество, как отрасль и культура их поддержать, для того, чтобы они пропагандировали потом Алтайский край. Угу. Поболеть. Может любой человек прийти. Абсолютно. Я думаю, что у нас давно же не было каких-то таких конкурсов за пандемию. В рамках… Вот смотрите, формат этого конкурса – это шоу. То есть каждый номер – это шоу формат. Шоу три дня. Шоу три дня. Будет же гала-концерт. Это свет, это звук. Можно приходить на конкурсные дни. Но я хотел бы пригласить всех на гала-концерт. Гала-концерт состоится 15 мая с 17.00 до 19.00. И там будут выступать, во-первых, лучшие участники конкурса, четыре члена жюри. Сегодня хор Академический институт культуры готовит впервые совместную песню «Ветер души» с Иваном Чабановым. И это будет интересно. И в рамках гала-концерта мы будем еще и озвучивать, и награждать финалистов и победителей. Ну да, самое интересное. Ну и все равно пусть приходят по балете в другие дни. Пооднозначно. Ну и конкурс явно первый, но не последний. Что ждете, как он будет развиваться дальше? Уже же придумываете наверняка. Институт культуры способен сегодня давать уникальную линейку творческих событий. Это не только конкурсы, это фестивали и так далее. Поэтому у нас есть инициатива в рамках центра прототипирования создать целый центр инновационных культурных проектов, наверное, под названием «Алим». То есть в различных направлениях имеется в виду разножанровость, да? То есть если сегодня мы говорим о вокале, то наверняка на будущий год можно поговорить о хореографии, либо о сценической речи. А конкурс будет каждый год? Или вы еще? Олим будет ежегодно, но и будет жанр. Будем менять жанр. То есть вокал, танец, что у нас еще есть, сценическая речь. Оригинальные жанры, все что угодно. Все, что входит в наше поле, отрасль культуры. Ну я желаю, чтобы конкурс прошел успешно. Мы вас приглашаем на группу церкви. Спасибо большое. Ну спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. А я напомню, что нашими гостями сегодня были Олеся Кутькина, проректор по учебной работе ЛТСКО в Государственном институте культуры, и Артем Сингач, руководитель Центра прототипирования тоже института культуры.